всем привет большой большой особенно бабушке муне бабушка муне привет поздравляю всех с рождеством у нас сегодня 7 января и мы решили отметить а то вдруг получится не так как новый год да санечек я первый раз жизни приготовила кутью саша со мной согласен да он меня поддерживает первый раз никогда в жизни я ее не готовила сану выключи пожалуйста я не знаю получилось у меня вот так сварила рис сделала сироп мед с сахаром и изюм добавила промытый вот девочки напишите пожалуйста кто как готовит как вы готовите поделитесь рецептом давай жрать ну и чернослив нарезала себе или кому кто хочет кому кто как хочет в общем приятного аппетита приятного нам и вам санечка дальше тарелку еще одну надо саня на рыбалку съездил рыбу привез я сама камерой вожу не надо подними выше хлебушек берите давайте ты вилку хочешь лишь еще одна хорошая новость посидела я пару часиков покубекала и у меня вот такая штука получилось правда кучу листов уже успела перепортить то ничего купила себе обычный ежедневник вот в мягком переплете красивый прикольный вот такой симпатичный просто тетрадь в клетку но я хочу сделать свой собственный планер на год постепенно буду делать и по мере заполнения буду рассказывать в течение года я планирую как бы по чуть-чуть мы есть мысли есть идеи вот хочется свое что-то такое для себя универсальное давайте попробуем распечатать а пока начала со странички рецептов то что я готовлю то что я вам показываю я 7 то что мне понравилось то что более-менее получается потому что к сожалению рецепты очень часто не соответствует действительности вот и рецепты из интернета и старые рецепты но старый рецепт еще более-менее там как бы надо голову включать а вот допустим из интернета очень часто результат получается не тот который заявлен я решила для себя сделать вот такую штучку и буду записывать рецепты которые мне понравились можно было купить но купить я не захотела я захотела сделать сама еще 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 это вот будет у нас планирование приготовления еды вплоть даже до того что на год сейчас все пока сложно как бы сформулировать в целом в общем общую картину как бы есть зарисовка в голове вот хочется ее воплотить ну вот смотрите можно сказать идеально так как я хотела практически единственное что вот маленький косячок вот здесь не видно да сейчас включу вова так лучше смотрите вот здесь не соответствует чуть-чуть по краям отступы не соответствуют но это в принципе не страшно потому что будет разрезаться и вклеиваться левой стороной в корку ежедневника вот пока так но вообще конечно по-хорошему нужно сделать это двухсторонним как пока не знаю так дорогие мои хвастаюсь практически идеально смотрите все супер я выровняла края серединку разрезаем смотрите что в итоге у меня получилось первый пробник 2 пошире уже я имею до отступ до строчки от края до строчки и 3 вот уже теперь еще шире видеть это как надо почему заморочилась с отступом потому что этой стороной левой я буду вклеивать в ежедневник страничку хотя по сути вы знаете надо наверное делать все таки одинаковый отступ потому что она вклеится вклеится и вот тут как бы будет с этой стороны мало да да надо делать одинаковый отступ ладно это пробники сейчас подкорректирую и потом уже когда буду печатать общем и с остальными своими идеями касательно планера тоже буду с вами делиться есть там кое-какие мысли надеюсь получится их реализовать все оставайтесь со мной подписывайтесь жмите колокольчик чтобы быть в курсе новостей и пишите комментарии лайк конечно тоже ставьте бегу сейчас на маникюр вот мои ногти отросли уже сильно сильно я вам сейчас покажу что тоже в итоге получится какой будет новый дизайн я вернулась с маникюра смотрите какие красивые получились ногтики я довольна не тот дизайн который я хотела длина пока не позволяет вот в общем френчик и цветочки вот так вот сейчас вторую руку покажу вторая рука очень красивенько очень миленько я довольна я довольна я начала точнее продолжила заполнять свой ежедневник я сделала еще шаблон я потом покажу вот я буду еще делать у меня есть как бы мысли некоторые вот в общем но мне захотелось вот прям хоть хочу не могу я же купила обычный ежедневник клейный а я хочу на кольцах хочу не могу от сил от блин хочу и все хочу тетрадь на кольцах и хочу печатать эти листы сама но мне нужно вот сейчас узнать уточнить посмотреть смогу сама я пробивать дырочки эти на нужном расстоянии или нет если нет тогда надо будет пойти в типографию и узнать в какую-нибудь их много в принципе в городе общем поехали поехали узнаем я надеюсь меня слышно не купила я тетрадку зато я купила краску для батарей четыре баллончика специальная краска для радиаторов буду батареи освежать правда я не знаю когда сейчас отопительный сезон скорее всего что наверное будут баллончики лежать до весны но зато они уже есть и я их сто процентов из расходу использую душенька моя будет спокойно что в любой момент уже можно будет покрасить батареи а еще у нас были скачки напряжения и у нас перегорела машинка стиральная вот когда были холода вот так что я теперь я уже без стиральной машинки сижу пять дней если я не ошибаюсь дней пять и смогут ее поле ремонтировать или нет еще большой вопрос потому что там какой-то программу сейчас стиральные машинки не как раньше там у них какие-то программы встроены и не все программы есть у мастеров и стоят они дорого очень и не все мастера их покупают это вот если покупают он говорит мы скидываемся с мужиками и какие-то программы покупаем но не все потому что цена у них там в районе 1000 евро и как бы она не окупается не отбивается платить свои деньги естественно никто не хочет иначе ремонт будет дорого очень стоить и чем нет смысла так что ждем теперь стиральную машинку когда она ко мне вернется я не знаю и вернется ли она в рабочем состоянии тоже неизвестно а ей всего два года я ее покупала в восемнадцатом году и отдала 35 тысяч рублей так жалко санечка конечно помог мне в этом плане он молодец вот не всегда правда но бывают просветления добавил мне тогда денежек на стиралочку но сам смысл хотелось бы чтобы она лет восемь поработала она всего два года тарабанила и все гоплык в общем ждем еще я установила программу мавави видеоредактор решила остановиться на нем поскольку я ходила в несколько магазинов здесь у нас в городе цена в районе 15 тысяч на профессиональные видеоредакторы это конечно дорого лично для меня мало им не обошелся значительно дешевле я зашла на сайт я сейчас попробую вам показать некоторые куски съемок что у меня получились в общем я уже пользовалась демо версии пробной версии она дается бесплатно на 7 дней я пару раз влезла чуть-чуть поклацала ну вроде так ничего вот потом полтора месяца я размышляла покупать не покупать и в итоге решилась купить вот сейчас я зашла на сайт пытаюсь купить пытаюсь установить на ведь и вот на час не напишет что была установлена проба пробная версия и 100 срок использования пробной версии стёк цена пишется в гривнах но оплачиваете потом вот сейчас когда войдете в корзину входите в кувку когда входишь в корзину а цена уже в рублях сейчас у них акция акция до 17 числа в принципе у них часто на сайте акции бывают вот вот как раз извещение о том что пробный период у меня истек на экране вы можете наблюдать по поводу акции акции бывают достаточно часто на сайте вот можно попасть и купить программу базовую по приемлемой цене в принципе этого достаточно чтобы сделать простой элементарный монтаж так переходим переходим перешли в корзину вот программа мне обошлась 1990 рублей плюс 190 рублей я себе взяла услугу восстановления загрузки то есть потом на этот же компьютер я смогу еще раз если вдруг что-то случится установить переустановить программу заново я выбрала платежную систему а теперь нужно ввести email согласиться с условиями использования и вот пожалуйста мы переходим перешли на страницу оплаты вот он спрашивает поскольку я выбрала яндекс яндекс деньги да вот спрашивает если у меня кошелек потому что у них теперь не яндекс деньги а юманы вам нужно будет войти если будете оплачивать допустим как я через яндекс можно оплачивать через карту можно через мобильный там еще какие можно что там через киви кошелек тоже можно оплатить в общем нужно платежную систему войти и оплачиваем у меня к сожалению случилось так что я пароль забыла пришлось восстанавливать потом не хватило 200 рублей на счету и к сожалению из этого не получилось вот такой полноценной съемки съемка получилась урывками после оплаты они прислали мне на почту несколько писем с подтверждением оплаты прислали чек и прислали вот письмо об услуги страхования также прислали на почту ключ активации номер ключа после ввода которого нажимаем установить ждем некоторое время понятное дело я ускорила при монтаже и кое-какие моменты просто вырезала потому что ждать приходится иногда длительно несколько минут запуск программы вот он мне пишет установка mamma mamai video suite прошла завершена успешно в принципе все очень просто главное внимательно не торопясь читать все что пишет пишется на экране и вот вошли в программу и все интерфейс очень простой на все понятно все очень просто если вам будет интересно посмотреть как я монтирую кстати вот это видео уже смонтирована на этом видеоредакторе ссылку на скачивание редактора я оставлю внизу в описании заходите смотрите если нужен редактор пожалуйста пользуйтесь переходите по ссылочке покупайте вайбер как всегда не вовремя вылез вот если будет интересно посмотреть как я монтирую напишите мне об этом в комментариях я сниму сюжет отдельные и покажу но я в принципе возможно и так сделаю сюжет я когда немножечко наловчусь потому что программа все-таки для меня новая и есть но естественно есть отличие в работе от той программы которая стоит у меня на телефоне есть определенные свои нюансы которым я сейчас привыкаю но этот уже сюжет уже сделан на этой программе никаких дополнительных функций я не покупала только база там в принципе достаточно переходов всяких стикеров вот этого всего вот поэтому да и канал не на том уровне чтобы сильно в него вкладываться вот и все спасибо за просмотр оставайтесь с нами до скорой встречи